МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В МОЗРе чествовали победителей республиканского соревнования на лучшие результаты в социально-экономическом развитии аграрного сектора. В церемонии приняли участие помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун. По итогам работы в 2019 году лучшим среди районов стал Мозреский. Тружинникам АПК объявлена благодарность президента и вручен сертификат на трактор. Награду из рук Юрия Шулейко приняла председатель райисполкома Елена Павлечко. Благодарность президента и сертификат вручили и коллективу работников совхоза комбината «Заря». Беларусьнефть объявила об открытии новых месторождений. Они расположены в так называемой центральной структурной зоне Припятского прогиба. Географически это Хоникский район. По предварительным оценкам запасы нефти на двух новых месторождениях составят более 2,5 миллионов тонн. Задача для Беларусьнефти в этом году 1 миллион 710 тысяч тонн. В то же время компания не исключает возможности открытия новых месторождений в Припятском прогибе. Этот регион считается перспективным. Поиск разведывательной работы будут продолжены здесь в ближайшие годы. Крупнейшая региональная выставка страны «Весна в Гомеле» открылась 25 мая. В сложной эпидемиологической ситуации было решено сделать ее виртуальной. Сайт разработан Гомельским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты. На портале представлен экономический потенциал региона, а также визитки компаний, презентации, рекламные ролики, коммерческие предложения и другие материалы. Выставка продлится до 10 июня. Сейчас к ней присоединились около 200 участников из 12 стран, включая Индию, Хорватию, Германию, Литву, Словакию и Молдову. Программа запланированных онлайн мероприятий и встреч на сайте постоянно обновляется. В Гомеле обсудили организацию оздоровительной кампании для школьников. В этом году из-за пандемии она будет иметь ряд особенностей. Все оздоровительные лагеря будут действовать в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения. Их открытие возможно только с разрешения санитарно-эпидемиологических служб. Школьные лагеря начнут свою работу 1 июня. Планируется, что они примут около 17,5 тысяч школьников. Это примерно на 40% меньше, чем ожидалось в начале года. В то же время нельзя забывать о тех, кто летом останется дома. Для таких детей были подготовлены специальные онлайн-проекты.